В прошлой серии я продал лекарство, начал заниматься перекупством, после этого сменил свой ник, поменял свой образ, далее поставил ставку на ларёк, ну и в итоге её проиграл, далее продал свой гелик, взял долг 40 лямов, ну и просрал слёт бизнеса. На следующий день я словил Яндекс.Токсину, а что было дальше вы узнаете в этой серии. Ну и чё пацаны, встречайте, это 78-я серия Пути Бомжа Бестика на просторах Блэк Раше. Но подождите, если вдруг вы хотите поиграть на проекте вместе со мной, то просто скачивайте игру по ссылочке в описании, залетайте на сервачок Кримсон, после захода вводите промокод хэштег БСТЕК. Ну и чтоб вы понимали, веди его получаете скин, бустер, аксессуар, акулу, вип-голд, ну а также роллс-ройс фантом совершенно бесплатно. И кстати, под прошлой серией вы набрали 900 лайков, донатик забирает вот этот вот челик, сколько лайков вы соберёте на этой серии, столько доната я и разыграю в следующий раз. Короче, как вы помните, в прошлой серии я купил себе просто бомбовый Бизак. Ещё прикалываешься, что ли? Так, ну всё, отлично, я залетел. Как вы поняли, в этой серии я решил полностью прокачать свой Бизак для того, чтобы он нёс хорошую прибыль, ну а также в нём было комфортно работать. Сейчас мы, короче, фастом едем в Южный. Блин, ну чуть-чуть я и не доехал. Ну ладно, подъехал я к магазу. Сейчас закупимся ремками, починим тачку, ну и неужели отправимся к бизнесу? Так, ну всё, я приехал, вот он мой красавчик. Как вы видите, Финочка сегодня хромает, но это всё из-за того, что сегодня я не выполнял задания. Сейчас, короче, фастом едем в Центр предпринимательства. Так, ну всё, я на месте. И чё, блин, на данный момент нет доступных заданий. Я думал, мне их нужно сегодня выполнять, ну да ладно. Скорее всего, предыдущий владелец выполнил их до меня. Ладно, едем сейчас к нашему бизнесу. Да ё-моё, отлично я доехал. Сейчас, короче, попробуем её достать. А, понимаю, я сдох. Не знаю, каким образом, но ладно. Так, ну всё, неужели я приехал к бизнесу? Как вы видите, сейчас практически все мои тачки сломаны. И честно, я вообще не знаю, как их чинить. Но походу как-то через Т-меню сейчас будем разбираться. Управление автопарком, выбираем вот Бэхо. А, вот, прохождение ТО на автомобиле. В данный момент автомобиль используется. Берём тогда вот эту Бэхо. Да ё-моё, опять используется. Кстати, как видите, реально дофига игроков работает. Берём тогда третью тачку. А, так тут просто её нужно починить, но тратим на это 5000. И, в принципе, всё нормально так. Сейчас, короче, сделаем так со всеми остальными. Минус 5. Минус 3. Ещё минус 5. Но и остальные тачки я не могу починить, потому что ими, блин, пользуются. Мне бы сейчас ещё разобраться, как вообще убрать вот эти машины. А, ну вот у нас есть продать автомобиль. Как вы видите, у нас три Бэхи семёрки. Ну и сейчас мы две из них по-любому продадим. 665 тысяч, блин, маловато, ну ладно. Продаем вторую. Ещё плюс 700. Также, пожалуй, я удалю вот эту вот Ауди. Ну просто она такая себе, и у нас ещё одна такая есть. Ну и остаётся у нас вот такой вот автопарк. Сейчас, короче, запрыгиваем в Аудюху. Ну и летим в автосалон среднего класса, закупать сюда новые тачки. Вообще, я не понимаю вот этой системы, почему можно покупать только тачки с автосалона. Ну, типа, прикольно было бы, если бы таксисты работали на каких-то тачках на спорте, на спортплюсе. Но, к сожалению, такого нет. Ну и, кстати, можно начать даже с автосалона низкого класса. Сейчас посмотрим, что у нас тут есть интересненькое. Первым я бы купил вот этот лупатый Мерс. Нажимаем приобрести. Ну и покупка авто для таксопарка. Вы успешно приобрели автомобиль за 700 тысяч. Отлично. О, наш таксистик подъехал. Неплохо. Кстати, давайте спросим у работников вообще, какие тачки они хотят видеть в нашем таксопарке. BMW F90, ну чувак так-то лютый. Блин, ну у нас просто дофига тачек бизнес-класса. Я не понимаю, почему Мерс, которая закинул эконом-класс. Вот у нас, кстати, есть Аура 4. Но нету Ауди сотки, которую добавили совсем недавно. Давайте также прикупим ее. Ну вот, у нас есть две тачки эконом-класса. Думаю, достаточно. Теперь, короче, прыгаем в Ауди уху. Ну и отправляемся в наш любимый средний класс. Да ё-моё, блин, мою тачку все сбивают, и я не могу ее починить. О, чекайте, уже чувак на новой тачке рассекает. Отлично. Я просто в шоке то, что я его увидел. Да ладно. Да ё-моё, снова какой-то чувак застрял. Сейчас поможем ему. О, давай-давай, отлично. Спасибо. Не за что. Так, ну все, подлетело к автосалону. Сейчас хочу закупить реально годные тачки. Так, ну 39-ку у нас есть. Давайте вот купим камри, стоит она лям 600. Покупаем для таксопарка. А, в сейфе компании недостаточно денег. Нажимаем пополнить сейф компании. Ну и давайте закинем туда бабла. Вот так вот постоянно клацаем. Ну и в итоге у нас 8 лямов. Все, можно дальше покупать тачки. Покупаем, короче, камрюху. Все, отлично. Также покупаем Е60 за 2 ляма 100. Мне кажется, эта тачка будет пользоваться огромным спросом. Также давайте купим Альфа Ромео. У неё максимальная скорость 306. Мне кажется, пацанам по-любому зайдёт. О, кайф. Также давайте купим Бэху тройку. У неё разгон и максималка также очень хорошие. На сейфе у нас остался лямчик. Ну и теперь вот так вот выглядит наш автопарк. Как я понимаю, ну вот эти тачки нужно будет изменять цену аренды. Но мы пока что этого делать не будем. Прыгаем, короче, в Ауди. Ну и едем за самым жиром. Естественно, высокий класс. Ну как бы пацанам тоже нужны кайфовые тачки. Чтобы вы понимали, пацаны, если вы хотите видеть хорошую прибыль в бизнесе, то в него нужно немалые бабки вложить. Так, ну всё, подлетело к автосалону высокого класса. По-любому, пацаны, тачки высокого класса никто арендовать не будет, потому что аренда будет дорогая. И сейчас мы купим чисто одну тачку. Мне кажется, её хватит. Блин, выбор тут, конечно, очень сложный. Решил я, короче, купить вот эту вот акулку. Но для неё нам снова нужно пополнить сейф компании. Так, ну лежит у меня 7 лямов. Ну и сейчас мы покупаем вот эту жёлтую бестию. Естественно, для таксопарка. О, ну всё, отлично, минус 7 лямов. Теперь мы, короче, прыгаем в Ауди. Ну и летим к нашему таксопарку. Ты чё, чувак с нашего таксопарка стоит, просит помочь? Что случилось? Сломался. А, да без проблем, сейчас починим. Во, как раз одна ремка осталась. Всё. Спасибо большое. Удачи. Парни, помогайте игрокам, потому что добро он по-любому вернётся. Давайте сейчас заедем на заправочку. Зафулим нашу Аудиуху. Ну и дальше полетим в таксопарк. О, нифига себе, тут чувак уже акулку взял. Всего за 1000 рублей, потому что я не изменил ещё цены. Норма П прокачал. Спасибо. О, кстати, бывший владелец приехал нормально. Ладно, давайте сейчас займёмся изменением цен на транспорт. Переходим в управление автопарком. Ну и мне сказали вот эти тачки, которые сейчас прописаны как эконом поставить на бизнес. Ну вот у нас выбор класса комфорта и ставим везде бизнес. Ставим сейчас так на все тачки. И блин, на некоторые я не могу поставить, потому что они сейчас арендовываются. Вон, чувак уже на Е60 и гоняет, нормально. Брат, как тебе Е60? Норм. Но это главное, что им нравится. Так, ну ладно, сейчас нам нужно менять ценовую политику аренды. Первый у нас Мерс Акула. Изменить стоимость аренды. Максимальная 9500, давайте её поставим. Ну просто тачка в натуре годная. Вторая у нас Бумер Е46. Ставим на неё 3000. Третья Альфа Ромео Джулия. Ну я думаю, на неё 4500 нормально будет. Четвёртая Бумер Е60. Он у нас будет 4000. Пятая у нас Камри. Ну и она у нас будет за 3700. Шестая Ауди. Ну и пускай она будет 2500. Ну и последняя это Мерс Лупатый. Пускай им будет также 2500. В итоге вот такая ценовая политика у нас получилась. Ну я думаю, вполне адекватные цены. О, кстати, сейчас починим Бумера. Почему за 0 рублей? Ну ладно, чиним. А, починил я его за 3000, просто у него номер 0. Ну а также починим BMW 39. Стоит 4000, отлично. Ну и всё, как вы видите, у нас полностью настроенный автопар, кроме Камри, а также Бэхи Е60. Давайте напишем в чат парни на Камри Е60, едьте к такси, срочно. Я надеюсь, сейчас они подъедут. Ямай, я смотрю, ажиотаж так-то нормальный. Вон пацаны всё тачки арендуют. О, неужели Е60 я изменил на бизнес, осталось Камри? Но на ней до сих пор суетит какой-то челик, блин. Короче, ладно, мне сейчас самому интересно поработать таксистом. Выбираем транспорт компании. Ну, допустим, Альфа Ромео. Ну и всё, отлично, я её арендовал. О, у меня новый заказик, давайте сразу его словим. Ну и чё, погнали за нашим клиентом. Ехать нам нужно к низкому. Ну, я думаю, сейчас быстренько доедем. Яман, у пацаны Альфа Ромео просто имба, вы посмотрите, как она разгоняется без прошивок. Так, ну вот стоит наш клиентик, сейчас подбираем его. Ну и везти его нужно в батарево. Яман, уникнейм у него реально топовый. Ямай ещё какой-то чувак по встречке летел, вот нафига, блин. Кстати, я не замечал того-то, что в такси добавляли какой-то таймер. Как вы видите, сейчас он есть. Так, ну всё, привёз я его на место и получил 484 рубля. Он поставил мне 5 звёзд, отлично. Ну и теперь нам нужно дожидаться нового заказа. Ямай, я разогнал её почти до трёх сотен, это чё за пушка, блин? Не, ну для такси тачка реально просто имбовая. И в итоге я сломался, догонялся, блин. Давайте её починим. Ой, у меня ещё время идёт для того, чтобы я сел в тачку. Давайте сейчас встанем у низкого класса. И блин, чё, тут челиков вообще нет? Ямай, просто смотрите, один наш таксист, вот второй на Камре ездит. Реально очень много чуваков работает. Давайте сейчас подъедем к Боу-рынку. Ну я надеюсь, тут кому-то нужно такси. О, какая-то Аня садится. Берём её за казик, 7 тысяч, отлично, принимаем. Ну и ехать нам нужно в казик. Быстрее! Да без проблем, сейчас доедем. Не, ну заказ просто имбовый выпал на 7 тысяч, вы просто представьте. Так, ну всё, приехали мы на место, сколько мы получим? 3 тысячи, нормально. И она поставила мне 3 звезды, за что, блин? Кстати, осталось у меня 10 лямов, давайте сейчас вернём хоть какую-то часть долга Лунексу. Он сказал ехать к Фамхате. Подъехал я, короче, к дому, тут его нет, сейчас подождём. И, моу, просто посмотрите, как люто можно крутить эту Альфа-Ромео. О, тут чувак из нашей Фамы уже работает, красавчик. Не, ну можно накинуть ему небольшую премию, почему бы и нет. О, вот и Лунекс на приоре приехал. Короче, сейчас мне нужно выйти из тачки, положить бабки на склад Фамы. Так, всё отлично, сейчас сядем в тачку, чтобы она не выгрузилась. Ну и теперь выдаём доступ к деньгам. 915-й, 10 лямов. Ну всё, папербабки снимать. Остаётся у нас, конечно, 900 тысяч, но, пацаны, деньги мне по-любому хоть маленькие, но нужны. Так, ну всё, как вы видите, снял он 10 лямов. Так, ладно, сейчас заезжаем в наш таксопарк. А, нифига, тут нужно купить какое-то улучшение, чтобы использовать АЗС. Мне интересно, сколько оно стоит. Яма увеличенный автопарк стоит 5 лямов. Новые 20 рабочих мест 2,5 ляма. Увеличенный сейф лимон. А вот заправка как раз-таки 5 лямов, жёсткая. Вот этот расширенный штаб, кстати, нормальное улучшение. То есть мы сможем брать в 5 раз больше заказов, нежели сейчас. И стоит это всего 3 ляма. Также тут есть какой-то буст, я вообще не шарю, чё это такое. Ну и, в принципе, на этом всё. Подлетело, короче, к автосалону. О, вот и наш первый клиентик. Принимаем его заказик. На 6 тысяч, отлично. Везти его нужно на причал южного. Ну всё, погнали. Яма мне на этот заказ минута далась, жёсткая. Такое ощущение, как будто я должен через реку, блин, перелететь. Так, ну всё, привёз я его на место. Получаем 2 300. Ну и он поставил мне 5 звёзд и дал 500 чаевых. Сейчас, короче, дальше едем искать клиентов. О, клиентик. Принимаем его заказик. Ехать нам в южный за 5 тысяч, погнали. А, точнее, не в южный, а в батрево. А как я это должен сделать за минуту-то, блин? Не, ну странная фигня, конечно, но я постараюсь. Хотя уже времени осталось 25 секунд. Я не пойму, это баг системы или чё, блин? И чё будет после того, как пройдёт этот таймер? Вы не уложились во время, к вам будет применён штраф в размере чего-то там. Так, ну всё, мы приехали, получаем 1700, ну и он оставляет косарь чаевых, спасибо. Он решил снова ко мне сесть, ну и поставил новый заказик. Ехать нам в южный на наш тексопарк? Просто, пацаны, это мой подписчик, я не знаю, каким образом он меня узнал, и теперь он хочет устроиться в наш тексопарк. Так, ну всё, пацаны, привезли мы его на место, получаем 3 200, ну и он снова накинул косарь чайка. Не, ну а почему бы и нет? Чего, блин, Васька Вайт пополнил сейф компании на 500 тысяч? На самом деле, пацаны, не делайте так, потому что эти деньги я по-любому закинул в благотворительность, из-за того, что я просто не могу их ему вернуть. Решил я в итоге, пацаны, эти деньги не кидать в благотворительность, а просто раздать примки нашим таксистам. Короче, сейчас паркуемся возле нашего тексопарка. Ну и теперь просто ждём наших таксистов. Как вы видите, у меня на балике 731 тысяча. Снимаем сейфа 269 тысяч. Блин, это, конечно, многовато, и я не знаю, найдётся ли столько таксистов или нет. О, вот и первый таксист залетел. На Мерседесе катается, нифига себе. Ну ладно, давайте накинем ему где-то 1040, мне кажется, прям прилично. Ну точнее даже 50, мне кажется, прям нормальная примка такая. О, вот ещё чувак подлетел. Ну что-то он забежал в интерьер и не выходит. О, вот челики начали работать. Даём, короче, Женьку 50 тысяч. Также Хорайзену 50к. О, вот Александр подлетел. Накидываем ему также полтинник. Но я думаю, остальные бабки мы оставим, раздадим примки чуть позже. И, наверное, я буду раздавать суммы поменьше, потому что 50, пацаны, это очень много. Я думаю, у админов возникнут какие-то вопросы. О, вот подъехал ещё один челик. Можно комфорт или бизнес? Ещё бы я знал, как это всё выдаётся. Ну вот, допустим, Васька. Я вообще не шарю, как нужно выдавать этот ранг, блин. А, ну вот, команда T ранг, вводим его ID 362 и 2. Поставил я ему, короче, ранг комфорт. Ну вообще, пацаны, ранги нужно продавать за бабки. Ну вообще, он вложил в наш таксопарк миллиончик. Почему бы ему и не дать ранг?